25 и 26 августа в Волгограде проходит четвертый ежегодный инвестиционный форум для бизнес-лидеров «Инновации в бизнесе». Перед гостями и участниками форума в течение двух дней не только открываются перспективные возможности узнать новые последние тенденции развития инновационных технологий в России, но и завести новые перспективные знакомства в лице лидеров бизнес-сообществ, предпринимателей, а также представителей волгоградской власти. Организаторами форума выступили Агентство инвестиций и развития Волгоградской области, Администрация Волгоградской области и инвестиционная консалдинговая компания «Марчман Капитал Партнерс». Инновационное развитие страны в ближайшие годы будет чрезвычайно быстрым. И, как показывает опыт экономически развитых стран, победителем в борьбе за потребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг. Внедрение инноваций все больше рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. Сегодня мы видим, что к нам приезжают гости уже с других регионов Южного федерального округа. Сегодня темы, которые мы обсуждаем, имеют более прикладной характер и, наверное, становятся более интересными для большинства участников такого рода мероприятий. Можно привести ряд примеров успешных волгоградских предприятий, на которых действительно инновационные продукты создаются, которые входят в новые ниши рынков существующих и существуют достаточно успешно. Но не могу не привести такое предприятие, как Ватипромка, которые создают новые продукты, безазбестовые технологии, новые виды продукта, который завоевывает рынок. И уже видим, что происходит переоснащение производства. Более того, они действительно работают по системе. Новый продукт, отдельное малое предприятие, которое постепенно вырастает до успешного бизнеса. Также можно привести компанию Волма, которая также является лидером по реализации инновационных идей, инновационных продуктов. Наряду с этим нельзя не отметить и успешные компании, которые создавались при вузах. Их не так много, но тем не менее они есть. Так вот, в Волгу была создана компания радиофизически-измерительные системы, которые в основном специализируются на производстве магнитометров. Это новая технология. Опять же, позволяет, с одной стороны, занять новую нишу рынка, с другой стороны, мы видим, что такие предприятия, которые создаются при вузах, имеют право на жизнь. Перед гостями и участниками форума открылась новая уникальная возможность завести перспективные знакомства в лице лидеров бизнес-сообществ, органов местной исполнительной власти, предпринимателей, представителей крупных предприятий, бизнес-агентов, крупнейших инвесторов, найти компаньонов в лице лучших ученых и специалистов международных компаний, получить консультацию и ответы на накопившиеся вопросы у признанных российских и международных экспертов. Вы знаете, что на территории Волгоградской области администрации реализуется проект создания фармацевтического кластера. Была разработана технология, был разработан концепт этого кластера и сегодня поэтапно идет его реализация. Второе направление – это альтернативная энергетика и энергетическое машиностроение. Здесь два момента. С одной стороны, идет разговор о создании кластера на базе производства поликристаллического кремния с гипросинтезом. С другой стороны, из машиностроительных кластеров хотелось бы выделить проект создания комплекса предприятий вокруг производственного объединения Волжанин в городе Волжском, что также имеет основу и имеет рыночные перспективы. Информационно-телекоммуникационные технологии сегодня являются, наверное, одними из быстрорастущими рынками вообще в мире и на территории Волгоградской области тоже. То есть, фактически мы говорим, что для развития инноваций в нашем регионе созданы все условия. С одной стороны, существует инструментарий, с другой стороны, есть основа. Уникальная возможность бесплатного участия на всех сессиях и дискуссиях форума предоставилась руководителям и собственникам крупных и средних компаний Волгоградской области, представителям малых инновационных компаний, разработчикам инновационных технологий, авторам научных разработок, обладателям патентных прав на инновационную разработку. Если посмотреть на научные ситуации в нашей планете, то все изменилось. Если 50 лет назад, 100 лет назад, инноватор – это человек, который садил его комнату, его лабораторию, он занимался его делом. Сегодня совсем выглядит другим. Есть все компоненты и факты нужны. Образование системы, прогрессивная администрация, очень хорошие, умные люди, хороший климат, ресурс. Но надо подумать об этом стратегии. Как использовать этого? Я уверен, сейчас один из ключевых элементов из этой системы – это именно поддержка системы на уровне предпассивных. Я сейчас вижу, что много инноваторов не умеют говорить с первым бизнес-ангелинвестором или венчурным. И Маршман предполагает, что мы должны собраться совместно на предпассивной подготовке центра. Это механизм, который в США, Англии, Израиле и Европейский Союз очень эффективно работает. Это не бизнес-инкибитор, это не технопарк, это другие элементарные факторы, которые поддерживают инноваторы для процесса оценки коммерциализации потенциал-технологий. Если будем собирать это, какой центр, здесь, в Волгограде, это можно увеличивать все процессы, новые продукты, новые проекты для дальше, венчур-фонд, бизнес-ангел, прямой инвестиции, банковский делик, кредит и так далее. Я видел из этого момента, и я понял, что в России есть огромные конкурентные средства по научной технологии и инновациям, и именно эту креативность. Волгоградская область обладает всеми необходимыми условиями для развития инвестиций и инноваций, поскольку, с одной стороны, мы обладаем хорошим научно-техническим потенциалом. То количество вузов, которые есть на территории нашего региона, позволяет охватить практически все сегменты экономики. Это и сельское хозяйство, это и промышленность, это и строительство. То есть количество разработок, инновационных разработок, их достаточно большое, с одной стороны, с другой стороны, их можно найти практически в любом сегменте экономики. Это один момент. С другой стороны, на территории Волгоградской области действуют успешные, серьезные, крупные промышленные предприятия. То есть есть поле для внедрения этих инноваций. Ну и, само собой, конечно же, не надо сказать о том, что на территории региона созданы необходимые инфраструктурные условия для развития инновации. Я уверен, в России есть прекрасная фундаментальная структура по инновации экономики. Есть академический систем, есть научный систем, есть много инфраструктур, которые можно, Россия, использовать на 21 веке для инновации экономики. Это проблема главная. Это нет связи между академией систем и современными бизнесменами. Много русских бизнесменов интересуют прибыль очень быстрее срок инвестиций. Они более интересуют короткие инвестиции. И это сложно. Не можно понять новые концепции из инновации, потому что инноватор не говорит бизнес-язык, бизнесмен не говорит научный язык. И здесь очень мало разных механизмов, которые могут помогать. Это два разных мира совместные собираются и общаться. Поэтому мы очень интересуемся за этот форум, за эта площадка. Здесь мы предлагаем бизнесмен, мы предлагаем власть, мы предлагаем гости из Москвы, мы предлагаем инноватор, который можно здесь как открытая площадка начинать общаться. И из этого люди можно понять друг друга. И мне кажется, этот диалог уже в прошлые четыре года, каждый год ситуация еще лучше, 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 лучше. В то же самое время инфраструктура лучше, лучше, лучше. Поэтому я оптимист. Я уверен, это близко пять лет, Россия будет строить настоящие инновации экономии. Не только потому, что это можно, но это нужно. И другие пути российского развития в 21 веке нет. Если говорить о текущей ситуации, у нас полностью налажен инвестиционный процесс по всем его этапам, от получения заявки до их рассмотрения, предварительного анализа. И, естественно, так как инвестиционные решения принимает инвесткомитет, инвестиционный комитет фонда, то заседание инвестиционного комитета происходит на регулярной основе. И я думаю, что в ближайшее время эта интенсивность, она еще и повысится. Трудно говорить о том, какой будет по нашему фонду этот конвершен рейт, превращение заявок, собственно говоря, в портфельные компании. Потому что, естественно, у нас есть достаточно серьезные процедуры отбора, и мы очень существенное внимание обращаем на команду, на инициаторов проекта, так же, как и на бизнес-модель. Но я думаю, что первые портфельные компании появятся уже до конца этого года. Инновация — это менталитет. Вы можете строить вашу инновацию экономии здесь, в Волгограде, и это другие, это не должен быть нейно-технологии. Это просто вы можете собрать лучшие биотехнологии, или лучшие фармасептики, или лучшие бренды, новые продукты. Инновация — это просто процесс собрать компанию для более эффективной работы. Поэтому инновации есть много разный широкий вид. Поэтому какой инновацией-клустер, какой инновацией-экономии вы будете строить здесь, в Волгограде, это ваши руками. Посмотреть историю, посмотреть образование. В результате работы форума участники смогли обменяться опытом в области инноваций, узнать о государственной поддержке развития инноваций, инициативах Роснаса в построении инновационной инфраструктуры России, о проекте Сколково, о модернизации бизнеса, о создании региональных инновационных кластеров и многое другое о важных вопросах и проблемах рынка инноваций. Форум инноваций для бизнеса — это ступень на пути к новым возможностям. Анна Дребнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение. Продолжение следует...